Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Так, здесь все у нас получилось, такие тут ладушки, и это означает, что все у нас происходит. Сейчас я попробую, телефон подключен у меня к проводочку, да елки-палки, к проводочку, не хочет, поэтому стоять ровно. Вот, я, чтобы он не падал, я его прислонил к пакетику угля, который положил на стол. Вот, значит, я, видите, привел себя в порядок, такая путешественническая рубашка, которую я купил на Тайване 200 лет назад. Что-то на ней написано по-китайски, наверное, что-то хорошее. Китайцы же очень, потому что придают значение всяким символам, и написанное слово «счастье», по их представлению, немедленно должно принести обладательную рубашку. Так, я вот так садился, чтобы была видна какая-то там красивая вазочка, и какой-то вид шикарный. У меня за спиной какая-то ерунда, как же это сделать. А так будет пересвет. Ну, и черт с ним. Тогда останемся так. Так, ну, отлично. Вот, вижу вас уже 150 человек. Аж, аж. Спасибо всем, друзья, что интересуетесь моей скромной дачной персоной. Вот, что прислали свои вопросы. На некоторые из них я отвечу. Наверное, не на все, потому что от некоторых вопросов у меня уже просто оскомина. Вот, тут посылают люди, из какой страны трансляция, догадайтесь, из какой. Из российской страны, карантинной. Да. Сегодня была страшнейшая жара. И я понял, что я, конечно, норвежец, этнический. Потому что я, еще когда холодно, остатки мозгов шевелятся. А как только 29-30, как сегодня под Москвой, то я превращаюсь в амюбу. И ничего не могу делать. Ну что, привет из Одессы. И Одессе тоже привет. Я вас обожаю. Спасибо вам. Снимаю часы, ставлю их сюда. Потому что выяснилось, что прямой эфир возможен в Инстаграме только в пределах часа. Только тогда его можно сохранить, чтобы другие люди тоже его потом посмотрели, которые не знают, как у меня летают комары. И я их буду время от времени хлопать. Так. Вот, еще у меня брат норвежец среди зрителей. И Хмау. Хмау – это тоже нашинский, тоже холод собачий. Ну вот, кто-то там из Израиля любит. Да, я был знаком с Сенкевичем. Он был, кто-то меня спрашивать не успел. Он был у меня в программе. Она называлась «Сделай шаг». Где я рассказывал о людях, которые оказывались в каких-то необычных обстоятельствах. И принимали решения нетипичные для большинства. Я тогда же и вывел для себя такую формулу, что правила на самом деле пишет меньшинство. Да, большинство им следует и сердится, когда... Ну, и большинство всегда почти сердится. Меньшинство реже сердится. Вот. Киеву тоже привет. Но правила пишут меньшинство. Их пишут белые вороны. Когда они это делают, на них плюют, кидаются гнилыми помидорами. Но рано или поздно написанные им правила распространяются на всех остальных. Еще был вопрос, что где посмотреть мои программы. Ответ короткий. Нигде. Мои программы не выходят уже 8 лет, если мне не изменяет память. И выходить больше никогда не будут. Во всяком случае, в том виде, в котором существовал вот этот, значит, усатый, который ел тараканов и ездил по миру. Но не зарекаюсь ни от чего, к телевизору скучаю. И, может быть, когда-нибудь в него вернусь. С какой-нибудь другой работой. Но не сейчас. Потому что в нынешний телевизор мне возвращаться отвратительно. И сама мысль о том, что я могу появиться в пространстве одного канала с каким-нибудь омерзителем. Мерзотным Соловьевым. Мерзотным каким-нибудь Малаховым. Мерзотным каким-нибудь Прокопенко. Мерзотными какими-то обсосками юными, которые ведут на ТВ-центре. И с Мерзотным Балаяном, Бабаяном или как там его еще зовут. Мне эта мысль неприятна. Неприятна. Я не то чтобы очень брезгливый. Исследую заветом Заратустры. Ну или Ницше, который написал книгу, о чем говорит Заратустро. А у него там есть такое высказывание, что и тот среди людей, кто хочет не умереть от жажды, должен научиться пить из грязного стакана. Пить из грязного стакана я умею, но не из такого стакана, в котором блевотина пропаганды. Вот. В общем, туда мне не хочется. Ну и как-то нет у меня сейчас вот такой идеи офигенной, которая бы, с одной стороны, была воспринята нынешним ящиком, а потому что он стал специфическим совсем, каким-то для ушлепков полных. И мне в этом жанре работать неинтересно. Вот. Ну и ничего потрясающего в голову у него приходит. А мы же не можем с вами выходить, а вы с чем? С чем-нибудь непотрясающим. Мы же крутые. Да. Остановился поток, поток этих ладушек. Правда, я смотрю, то растет, то бывает число зрителей. И я, собственно, не знаю. Может, я просто говорю с телефоном, который ни к чему не падает, и вы вообще меня не видите, не слышите. Ну и ладно. Итак, после короткого, но убедительного выступления, начинаю отвечать на ваши вопросы. И, пожалуй, что едва ли смогу и отвечать, и читать новые, если таковые будут поступать. Итак, спрашивает Виктория. Есть ли у меня любимый фильм и книга, которые произвели у меня неизгладимое впечатление? Слушайте, я всегда говорю, что у взрослого ни идиота не может быть одного любимого фильма, одной любимой книги, одного любимого блюда и одной любимой песни. Жизнь прекрасна как раз тем, что она разная. Разная. Вот. И надо быть, ну, законченным дебилом, чтобы дожить до лысины и седин, и иметь только одну любимую книгу. Вот. Кто-то мне, хороший человек, написал сообщение, что эфир идет хорошо, и видно, и слышно. Да, вот он. Так вот, ну, конечно, есть несколько фильмов и множество книг, которые произвели у меня неизгладимые впечатления. Если говорить о фильме, то, наверное, первым из них был «Апокалипсис» Копполы. И я посмотрел его когда-то на московском фестивале, и прямо, это было там какие-то дремучие 70-чего-то года, и прямо вот заболел. Если помните, там есть такой герой, блистательный военный, который уходит в джунгли и образует что-то вроде такой секты или коммунной, и к нему посылают человек, который должен его убить. И он его убивает, потому что сам этот герой, которого играет Марлон Брандо, разрешает ему это сделать. Он не только не сопротивляется, он не принимает никакие меры безопасности. И я вышел потрясенный с вопросом, почему, почему он. И тогда же, размышляя об этом много часов, я пришел к такому объяснению, я не уверен, что оно правильное, что граница между добром и злом – это граница, это лезвие бритвы. На ней невозможно устоять. В жизни вообще мало что есть однозначного. И в том числе и однозначное зло, и однозначное добро. Человек – довольно сложное такое устройство. И вот мне показалось, что именно потому, что герой понимает эту истину, так же, как и я. Он и вот, поскольку он не может вернуться на сторону зла, он не вправе оставаться на стороне добра. И поэтому он решает все. Ну, не знаю, может, вот тут такое у меня было, может, слишком мудреное объяснение. Книжки с книжками. Ну, я люблю, я, ну что, я мальчик, я поэтому люблю фильмы, где Брюс Филлис бьет кого-нибудь по морде, вот, и вот такие все романтические, героические, типа «Храброе сердце», «Последний самурай». Ну, что-то такое для мальчиков в основном. А какой-то хороший фильм я недавно посмотрел наш, потому что в последнее время появилось какое-то немереное количество идиотских комедий, от которых не смешно, и не менее идиотских страшилок, ужастиков, от которых не страшно. Происходит это не только потому, что мы отстаем от Голливуда на 200 лет, но еще и в том, отстаем, что подавляющее большинство продюсеров, так называемых, они на самом деле не продюсеры, а не хочу говорить кто, это какие-то люди, которые где-то в глубинке создавали успешные телеканалы, зарабатывали денег, потом приезжали в Москву и начинали снимать кино. Или это выпускники гнезда этого самого КВНовского, когда людям кажется, что, ну, что, если я могу о них рассказывать, зал смеется, что кино, что я не могу снять, елки, что там, да по боку мне, что там до меня было. Ну, и такое уродство, вот, и заполнило, как же оно, дорогой начальник оно, дорогой начальник, по-моему, мне кажется, оно называлось, удивительно, что снял его режиссер, работающий в Камеди Клабе, и который по определению не должен ничего хорошего произвести на свет, но снял это кино про людей. Дорогой папа... Нет, не дорогой начальник, дорогой папа, что ли? Дорогой папа, по-моему, называется. Вдовиченков играет, играет очень хорошо. Фильм про нашу жизнь с отпечатком времени, про людей, понятно, про что. Ну, да, конечно, это не три билборда и не зеленая книга, но это хорошее кино. Получил удовольствие. Людмила читала о племени, где не было понятия лжи. Слышал ли я что-нибудь об этом? Вот, значит, хотел произнести на языке кечуа, но могу ошибиться, поэтому не буду рисковать. Значит, каждый, кто пересекал границу империю инков, первый патруль, или там, как это называлось, его останавливал и говорил ему, не лги, не ленись, не воруй. Это были три заповеди инков. Ложь они считали величайшим преступлением. не знаю, я не читал эту публикацию о каком-то племени, но допускаю, что есть индейские племена, где нет понятия лжи, потому что это тоже считается преступлением. Вот бы там здорово было жить. Не знаю, можно ли бы там было построить государство, потому что государство это всегда ложь. Ложь и насилие. Но, а как без этого удержать в узде нас, ленивых, и слабых? Вот. Кит-Кат спрашивает. А почему у россиян не популярен отечественный туризм? Да потому что нет этого туризма. Нет. Он есть еще для тех, кто любит путешествовать бюджетно, там, на автобусе, лежит подешевле, и отметится достопримечательность. Питер, а Казанский собор красиво. Кто сделал такой-то вот архитектор, как фамилия? Вот такая. Ну, отлично. Дальше пошли. Куда теперь пошли? В Кунскамеру. Вот. Еще вот с таким, с такой потребностью в путешествии еще, ну, кое-как можно ездить. У нас еще в советских времен есть Москва, есть Питер, есть Золотое кольцо, есть курорт Краснодарского края, в последние годы добавилось Казань, куда я, там еще парочка мест есть. Вот. Поэтому, если вдруг вам позволит время, есть желание и деньги, то присоединяйте, ищите меня в сети, найдите наш клуб, называется Клуб Путешествия Михаила Кожухова, и, может быть, вам удастся впрыгнуть в последний вагон, потому что там чумовая программа. Просто чума. Очень интересно. Ни одной достопримечательности. Только люди. И вишенка на торте уха на берегу Волги. Будет очень круто, мне кажется. Жду прямо этого путешествия, не дождусь. Так вот, люди, которые привыкли в последние годы к качественному сервису, к хорошим гостиницам, к вкусной еде. У них не очень популярны наши приюты забытого альпиниста, где теперь еще у тебя будут спрашивать паспорт с женой или ты, или не с женой. Вот. Мне надо платить почему-то не после, не когда ты выселяешься, как во всем мире, а заранее, где вместо занавесок висит тюль, и ты просыпаешься, елки-палки, три часа у висит тюль. Очень дорого. Развивается Мурманская область, потому что тоже она стала популярна не в последний вечер, благодаря Тереберке и Киношке. И китайцы уже туда проложили дорожку. Китайцы же протоптали уже автостраду на Байкал. Вот. Любят они путешествовать по ленинским местам, там, типа, Симбирск и так далее. А у нас народ ахает. Ой, хочу на Камчатку. Я себе представляю их лица, когда они приедут туда и увидят, что экскурсия на полдня до гейзеров стоит там сто тысяч рублей. А в долину малых гейзеров можно доехать на машине, но об этой поездке у нас хранились самые чудовищные воспоминания в жизни. И геотермальную станцию, которой когда-то в 60-е годы гордились наши эти самые электрические люди, надо было, они засрали от такого состояния, что хочется. Пророкат просто не только тянется к Маузеру, а уже прям вот совершает вот такое движение. Как можно было довести до такого чудовищного состояния от несчастной геотермальной станции, я не знаю. Окей, если для вы готовы жить в палатках, готовить на костре, и у нас, кстати, есть для вас тоже огромное количество потрясающих экспедиций, к которым можно присоединиться. Они так и называют сухопутные экспедиции Клуб Путешествий. Вот. Там сочетание управляемого экстрима без фанатизма и комфорта максимально доступного. Большая проблема это стоимость. Вот. У нас дорогая поездка в Казань. Но там в день минимум две встречи с людьми, которые совершенно не обязаны бесплатно тратить на нас с вами свое время. Там очень хорошая еда, и там лучшие гостиницы, которые только могут быть. Почему должно быть бесплатно? Объясните мне. Почему мы готовы, сколько в Европе стоит гостиница приличная? Ну да, 150, 170 долларов или евро. В Нью-Йорке там дешевле 350 в центре не найти. Ну, ты так скажешь, дороговато, конечно, ну, что делать, да? поужинать. Ну, покажите мне хорошее место. Можно, конечно, там съесть бутерброд на улице, и бывает вкусный стритфуд, но попробуй в Европе поужинать, да еще, если с бокалом вина дешевле, чем 30 евро. Сколько это у нас получается, если умножить на рублей? Да, получается много. А когда мы едем там в какой-нибудь Омск, Томск-Казань, то нам кажется, о, это уже все должно быть бесплатно, что-то я еще должен деньги платить, пусть они надо платить. В общем, проблема с отечественным туризмом и болтовнин эта тема гораздо больше, чем дел, как и все, что делает наша власть чудесная. Тарас спрашивает, ну, все будет хорошо, не волнуйтесь, рано или поздно все будет хорошо, мы все равно все сделаем. Как помните, если из вас кто-то юный и не помнит, в 90-е годы плакал весь мир, бедные русские, как же они теперь будут жить? Они же не умеют строить капитализм. И наши тетки взяли клетчатые сумки и поехали елки строить капитализм и насытили потребительский рынок, пока их мужья лежали на диване и, значит, ворчали, не буду я на дядю работать, я вот инженер, я хочу вот инженерить. А они поехали и сделали. Так же точно есть у нас замечательные люди, которые любят свой край, хотят зарабатывать на этом. Как только начальники поймут, что им надо дать возможность, все не сделают. Тарас спрашивает, куда я поеду, как только? Дело в том, что моя жизнь связана с клубом путешествий, и я теперь езжу только с клубом. И очень редко еду куда-нибудь без. Вот. Я начинаю 15 июля в любимый Дагестан, поеду уже пятый или шестой раз, уже там просто до смешного доходит. Там уже лестница Кожухова, смотровая площадка имени Кожухова. Вот. Но на мне такая миссия. Я хочу, чтобы как можно больше людей успели увидеть замечательный Дагестан, пока его не истоптали. В прошлом году, как говорят начальники дагестанские, там побывало уже 700 тысяч человек. Если пойдет дальше таким образом, то тот, кто не успел, тот опоздал. Вот. Итак, 15 июля Дагестан, не бойтесь, не надо мне ничего рассказывать про какой-то коронавирус, мы уедем в горы, нет там никакого коронавируса. И будем махать, охать, пить вкусный коньяк, есть потрясающие чуду, это такие лепешки, урбечь ложкой, урбечь это такая паста из семечек разных самых от абрикосовых дольна. Будем есть шашлык-машлык, вот, разговаривать про жизнь и встречаться с потрясающими людьми. Вот, это будет 15. по-моему, у меня в группе еще есть парочка мест. Очень советую. Вот, есть поездки, которые мы стараемся, стараемся, ну, что-то вроде как, думаешь, ну, ты чего. А тут, вот, я обещаю каждому, кто поедет со мной в Дагестан, снос, крыши, сонос, крыши, полный. Вы будете, как, не хотел сказать, как мама говорила, ну, в общем, будете, в общем, очень сильно будете, мне спасибо говорить, это я вам обещаю. Вот, после этого плата Путорана, там будет автономный поход, несложный сплав, но, тем не менее, автономный поход, палатки, скудный паек, мойка посуды, рубка дров, вот, но зато плата Путорана, которые, туда не налетаешься, связь только вертолетная, туда и обратно заброска вертолетом, я буду адмиралить, адмиралом называют традиционно в водных походах руководителя, я зверский адмирал, никого не слушаю, принимаю решения самостоятельно, нет, слушаю, но, как положено, делаю то, что хочется мне, но стараюсь никого не обижать при этом, если человек не сачок, если сачок, все, держись, гонять буду, как сидоровую козу, и насмехаться над ним сюда руку, да нет, шучу, я шучу, все будет хорошо, после этого Казань в августе, а в сентябре я очень рассчитываю вернуться в Индонезию, тоже с группой клуба, что-то я скучаю о папе Яле, это вождь племени Данина, Пупуановой Гвинеи, он же немолодой человек, и мне хочется его еще раз увидеть, пока что-нибудь нехорошее с ним не случилось, вот, он мой большой друг, называет меня сыночком, как мне передавали, показали фотографию, где я с ним, вот, он сказал, это мой сыночек, на рагуа, на рагуа, друг, на языке Дани, на языке Дани я не говорю, только несколько слов знаю, вот, и сразу же, сразу же Сергей спрашивает, пустят ли нас куда-нибудь осенью, слушайте, ну я-то откуда знаю, я рассчитываю, что пустят, во всяком случае, у нас, начиная с сентября, в клубе масса стоит потрясающих соблазнительных поездок, и мы очень рассчитываем на то, что мы все как поедем, как снова станем путешествовать, все у нас будет хорошо, ну, кое-какие страны уже открылись, вы знаете, да, Исландия, уже есть рекомендации ЕС потихонечку открывать замочки, и, в общем, нет никаких оснований считать, что нас с вами никуда никто больше никогда не пустит, вот, Сауля спрашивает, там длинный вопрос, но смысл его, как я буду чувствовать себя в клетке с тигром, а, слушайте, я думаю, что я постараюсь в клетку с тигром нифига не лезть, потому что многие глупости, которые я делал в программе, я делал только ради, ну, ради программы, как бы, такой подтвердить разряд такого вот безбашенного универсального солдата, который все может, в том числе и входил в клетку с гепардом, однажды это было в московском зоопарке, и там детик такой прикольный был, я снимал там программу про, вообще, у меня такая была программа о тех, кто живет в Москве, но они не люди, вот, о всяких животных в Москве, и, в том числе о зоопарке, конечно, там очень интересно, на самом деле, потому что медики там, представляете, они заканчивают, там, условно говоря, Тимирязевскую академию, их там учат, вот, баран, у него там болит, вот, когда вот барана болит, вот это, ты ему там вот это сделаешь, корова, когда у коровы, там, что-то случается, ей надо дать вот это, ну, дают им, конечно, общий курс, там, зверей, но из них никто никогда не видел, там, живого крокодила, и тут, ты представляешь, ты попадаешь на работу в зоопарк, и тебе приносят, там, беременную игуану, и говорят, что-то у нее, кажется, осложнение, предвидят, кажется, плод неправильно лежит, елки, что делать с этой игуаной, с какого места ее смотреть начинать, но, тем не менее, там вот есть такая изустная традиция, когда молодежь шучится у стариков, там что-то читает, так вот, и там я входил в клетку к гепардам, и они так, со мной был, как называется, летний, ну, смотритель, и он тоже был в клетке, и я так стоял, я замер, гепарды подошли, понюхали, ну, мы там что-то сделали, потом вышли, ну, странно, я тут заходил с одним, с одним, он его загрыз, шутка была, и в Африке тоже я кормил гепардов диких, и, да, и один такой полудикий меня, гепардиха меня облизывал, ну, было так, я вам скажу, ну, ну, как-то это стрёмно немножко, но, это же была программа, я-то изображал себя, э-е-е, подскажите, пожалуйста, на каком канале выходит ваше путешествие, кто-то опять повторяет вопрос, ни на каком, ни на каком не выходит, вот, не полезу я в клетку с тигром, одним словом, так, Олеся интересуется, она вспомнила, что я однажды, привет из Дагестана, и вам привет, из Омска, и в Омску тоже, она вспомнила, как я однажды совершал умовение в Ганге, как известно, не очень, не отличающимся, стерильной частотой, я вам честно скажу, меня заставил сделать это режиссер, точнее говоря, режиссерша, Катька Вещева, моя любимая режиссерша, которая изменила мне с Кончаловским, не в противном, низменном смысле, а просто из Сараева, ничего себе, а мы до вас не доехали из-за коронавируса, с Сараева, мы поедем к вам, наверное, следующим летом, вот, значит, сбился я, да, и залез я в Ганг, ну, вроде как, обошлось, я переживал не из-за Ганга, а переживал я после того, как стирал в общественной прачечной в Бомбее, куда стирал я белье из госпиталя для бедных, ужасно было, все это просто не в каком-то гной, в какой-то коросте, крови, в каком-то говне, причем стирают мужчины на открытом воздухе, брызги летят, ужас, ужас, вот, и потом я где-то вычитал, что проказа, у проказы, как это называется, латентный период, инкубационный период, 17 лет, ну, вроде как, 17 лет прошло, проказа нету, так, вот, похоже, что не заболел, надеюсь, друзья, как с проездом через границу сейчас из России, никак, пока закрыта, закрыта, граница, так, так, в общем, ничем не экзотическим не заболел, вот, вроде как, Марина интересуется, страна, который я не принял категорически, знаете, вот, такие вопросы не надо задавать, потому что, мой опыт вам ничем не поможет, я как-то летел с Бали, со мной сидит дядька в самолете, я спрашиваю, ну, как вам Бали, а я на Бали снял 6 программ, если могу снять еще 60, это одно из самых интересных мест, голосовать я буду электронно, спрашивает меня Наташа какая-то, вот, и я спрашиваю, фантастическое место, совершенно Бали, и мне спрашивают, дядьку спрашиваю, ну, как вам, он говорит, да ну, какие-то, пляжи плохие, там, какие-то водоросли, какие водоросли, какие водоросли, зачем водоросли, зачем пляж, на Бали, поэтому, где-то мне было прекрасно, а где-то хорошо, вот, а может быть там, где мне хорошо, вам будет не очень, а где мне было противно, там вам понравится, поэтому, вот так вот, я не очень понимаю, и не очень чувствую Ближний Восток, весь, не понимаю людей, как-то не чувствую, может потому, что я переел Афганистана, все-таки почти 4 года, и, и Восток мне, ну, в общем, как-то мне не так, но я понимаю людей, которые, вот, до того, как там, безумие-то в Сирии не началось, ездили из года в год в Сирию, там, все эти замки крестоносцев, и которые балдеют от Петра, от Иордании, я их понимаю, вот, а я нет, какие важные открытия о мире подарила мне профессия, спрашивает Елена, кто такое Нардулет Майя, хочет она в Грузию посетить, а кто, в Грузию, не хочет, я тоже в Грузию мечтаю давно посетить, и на следующий год запланировал себе обязательно поездку с клубом, потому что очень уже скучаю по Дбилиси, по друзьям, а еще у меня появилось несколько, там, два человека, с которыми я подружился уже на карантине, они тоже интересуются холодным оружием, и кое-что там мне надо пополнить коллекцию грузинскими кинжалами, вот, какие важные открытия мне о мире подарила профессия, во-первых, я считаю, что, конечно, у меня лучшая профессия в мире, потому что, ну, у нас еще у полиции есть право входить в любой дом тепереча, ну, в общем, журналистика одна из немногих профессий, которая дает тебе возможность невероятного общения с потрясающими людьми, дает тебе шанс оказаться в таких обстоятельствах, что потом тебе будут вообще всю жизнь завидовать и встречаться с людьми, которые остаются в мировых энциклопедиях, да, и тоже я вам хочу сказать, что рассказывать одним людям о том, что происходит в месте, где они могут оказаться, это тоже огромное удовольствие, огромное, вот, ну, а если она подарила мне огромное количество важных открытий, ну, может быть, одно из таких самых важных, которыми я дорожу, оно связано с Афганистаном, оно про то, что, вот я говорил в начале, в самом, что человек очень сложное существо, и в каждом из нас есть добро и зло, есть бог и черт, в большинстве из нас они постоянно находятся в постоянной борьбе, и по очереди то один, то другой берет верх, есть редкие люди, редкие твари, в которых зло берет окончательный верх, и редкие праведники, где наоборот, правильное, высокое, духовное, доброе, значит, всегда чемпион, а в подавляющем большинстве из нас идет эта борьба, вот, этим человек невероятно интересен, кстати, если не знаете, вот этот принцип борьбы добра и зла придумали, сформулировали задолго до христианства, до появления христианства, это сделал Заратустра, мной сегодня упомянута, именно Заратустризм сформулировал вот этот дуализм мира, и многие другие вещи, которые потом перешли в христианство, представление о загробной жизни, представление о бессмертной душе, и много чего еще, потом это из Заратустризма это перешло к иудеям, а потом уже было какой-то план, подозревает она, возможно, кто-то приложил к нему руку, конечно, Людмила, конечно, я расскажу вам, как это происходит, в одной темной, темной комнате, по ночам собираются люди в масках, они надевают длинные ногти, железные, и планируют, как бы им все похуже сделать, как бы им Россию, матушку, извести, нет, ничего такого нет, конечно, на свете, жизнь сложная штука, цивилизация человеческая ничем не проще, чем каждый из нас в отдельности, а даже, может быть, и сложнее, потому что в ней много интересов, и, конечно, как только что-то происходит, находятся, как правило, придурки, которые всем пользуются, вот, например, вот стоит одному кому-нибудь выстрелить, и, где кто-нибудь выстрел, какой-нибудь дурак, и, давай, это оружие будем использовать, наши войска будем тренировать, вот, а к ним там подтягивается еще кто-нибудь, кто зарабатывает на изготовление этого оружия, и всегда есть интересы, всегда есть интересы, но человечество слишком большое уже для того, чтобы для того, чтобы взять и какой-нибудь такой план придумать, ага, давайте объявим коронавирус, заработаем деньги, это все чушь собачья, не слушайте, просто забудьте об этом, забудьте всех, вот эти байки про какого-то там Джорджа Сороса, который плетет, про каких-то там Рокфеллеров, забудьте просто об этом, про какую-то ГРУ, который, значит, хранит билеты на автобус, чтобы потом возместить их в бухгалтерии, нет таких всесильных, никто не может ничего плохого с нами сделать, кроме нас самих, вот сколько мы себе можем навредить, особенно уж мы, живущие в России, да какой враг с этим справится, да какой враг так изуродует наши общественные туалеты, так испаганит поганит наши дороги и выбирает таких придурков, которых мы выбираем себе в начальнике, которые добираются до кресла, и потом хрен их-то от этого кресла оторвешь. Нет у меня никаких по телевизору, да что вам телевизор-то дался-то? Да, совершенно верно, все про апокалипсис, Снау пишет правильно. Нет никакого плана, но что это было с коронавирусом, это, конечно, большая загадка, большая загадка. Я, честно говоря, ничего не понял. Давай, все прячемся, спрячемся, будем сидеть, ни с кем не разговаривать, работать не будем. Потом баха-базнадушки, перепрячки. У нас парад, нам надо размахивать на Красной площади, чтобы все нас испугались. отменяется коронавирус. Все так, ну, ладно, типа, ну, хорошо, ну, мы тогда на работу, что ли, пойдем? Идите на работу. Ну, там, типа, руки только мыть. Ну, ладно, все согласились. Я не исключаю, что, ну, самые разные варианты. Я, как и вы, уже устал слушать этих вирусологов и специалистов по инфекционным заболеваниям. Все они говорят, разное, уже не пойми, кого слушать. Да. Может, погречились. Все мы. Ну, они, скорее, для которых жизнь человеческая дороже лагерной пыли. Ну, а мы уж посмотрим, все что-то пуганулись и тоже пуганулись. ничего не знаю. Нет, ну, нафиг. Пусть вот там есть тетенька, которая на первом канале все рассказывает про то, как человек устроен. Вот пусть она на этот вопрос отвечает. Плана точно не было. Это факт. Но кто-то мог воспользоваться. Это тоже факт. Людмила интересуется, что самое главное в воспитании детей. Слушайте, мне, конечно, лестно, что вы задаете мне такие сложные вопросы, хотя я не чувствую себя ни пистолодцем, ни сухомлинским и не знаю, насколько я вправе отвечать на такой вопрос. Но я, конечно, задавал его себе, потому что, как правило, мы воспитываем наших детей либо по подобию, то есть делаем так, как поступали с нами, либо от обратного. Либо наоборот, вот как-то это комбинируем. И иногда это неправильно. Ни то, ни другое. Вот сейчас, размышляя о том, как я воспитывал своих детей, как воспитывали меня, я думаю, что есть несколько принципиальных вещей для меня. Во-первых, человека надо приучить к труду. Это можно сделать либо из-под палки, либо спортом. Вот, со мной применили оба метода. Мой дед заставлял меня работать, прям, меня не отпускали гулять, если там не накачал какую-то воду ненавистную, что-нибудь не перекопаю. Вот. И спорт, в котором я был с детства, и там вот какое-то сочетание с одной стороны нравится, с другой стороны не хочется ходить на тренировку, тяжело, все равно идешь, составляешь себя. Вот, потому что если человека не приучать к труду, и если еще перед глазами у него нет родителей, которые пашут, то хрен, когда он сам будет работать. Он ленивая скотина, и не наученный, не обученный трудиться, есть риск, что и не будет этого делать, когда вырастет. Вот. Второе, я считаю, что главное и важное это все-таки особенно в мужиках воспитать ответственность за то, что ты делаешь. Я как-то в классе, наверное, в третьем может быть в очередной раз протянул дневник маме. Мама говорит, ты что это такое? Я говорю, вот распишись маму, пожалуйста. Она говорит, а зачем мне тут расписываться в твоем дневнике? Твой дневник, твоя школа, твоя жизнь. Хочешь работать дворником? Это хорошая работа. Улицы должны быть чистые. Правда, они зарабатывают мало. И нельзя сказать, что это очень интересное занятие. Ну, если тебя устраивает, учись как хочешь. Твой дневник, твоя школа, твоя жизнь. Вот. Я всю свою школу подписывал дневник сам за маму. Может, поэтому и моя подпись так на нее попала. Похоже. и этот способ кажется мне гораздо более правильным, чем ежедневное делание уроков. Мы пошли в первый класс. У нас болит горлышко. Ну, ну, ребят, ну, о чем вы? Ну, что мы хотим вырастить таким способом? Нифига. Его задание пусть сделает. Получил тройку. Ну, и хорошо. Важно, что он пытался получить пятерку. Вот, и своим я тоже говорил. Не важно, какие отметки вы получили. Важно мне, вы сачки, вы пытались получить пятерку или не пытались. И я тоже в жизни. Я по жизни, ну, такой я считаю отличник. Я стараюсь все делать хорошо. Но иногда и пары получаю, и тройки очень часто. Важно постараться. Ответственность и у меня трудиться. Вот, мне кажется, это важные вещи. Мне кажется, что, ну, в какой-то степени я, может, не скромно это прозвучит, обладаю тем и другим. Представляете, я 6 лет был сапкором. Что такое сапкор? Это ты проснулся, и ты никому ничего не должен. Ты проснулся на рабочем месте. Подошел к зеркалу и говорит, здравствуй, сапкор, поздравляю тебя с начала нового рабочего дня. Хочешь водку пей, хочешь работай. Все. А я пахал в эти 6 лет точно так же, как я бы это делал, если бы был в редакции в Москве. знаменитая история, которую я там много раз рассказывал и описывал, что когда у меня родился сын, вот, значит, первый мой ребеночек, я сел написать письмо, по замыслу, он должен был его открыть, когда ему исполнится 18 лет. я провел несколько часов, извел 5 килограммов макулатуры и понял, размышляя тогда, что для меня все-таки самое важное, чтобы, когда он вырастет и пойдет по улице, не нашлось бы никого, кто показал бы на него пальцем, сказал, он идет младший Кожухов, это плохой человек. Вот все остальное, я понял, мне как-то не очень важно, быть он там умным или глупым, веселым или наоборот без чувства юмора, заработает он деньги или не заработает. А вот, что он был хорошим человеком, это было принципиально. Я подумал, фиг ли писать? Я ему это и так скажу. Ну, вроде как получилось, пока никаких оснований жаловаться на детей нет, а наоборот, только гордится им. Вадим спрашивает, привез ли я какой-нибудь рецепт из своих поездок и просит им поделиться. Ну, что вам сказать? Лучший рецепт, Вадим, я привез из своей походной юности, мне подарил его мой товарищ. Он говорил так, три капли воды на стакан коньяка три раза в день от всего помогает. Вот. Или, как на рынке, мне какая-то бабушка, еще у меня неподалеку рынок, который не такой, не московский, нынешний, зарегулированный, и она там продавала какую-то настойку на чем-то, на какой-то, там, ну, пусть будет, я не знаю, золотой корень. И я спрошу, а по сколько принимать-то? А как надо путешествовать, справить, спрашивает меня любовник. Слушайте, я не знаю, вы мужчина или женщина, поэтому, не знаю, как к вам обращаться, но вот найдите-ка школу путешествий Михаила Кожухова. Там как раз это вот такая доступная онлайн-история курсов, как правильно путешествовать. А лучше всего правильно путешествовать с нами, с клубом путешествий Михаила Кожухова. Это моя философия путешествий и мы делаем очень крутые поездки. Ну, по-равда, крутые. Вот. Приглашаю всех в поездку со мной и не только, потому что там есть другие чудесные люди. Не знаю, там Андрей Макаревич, Алекс Дубас, Фёкла Толстая, Чулпан Хаматова, Андрей Бельжо, Сергей Цыгаль, Виктор Набутов, Кирилл Набутов, Катя Рождественская и многие-многие другие чудесные люди. Вот. И со всеми нами можно куда-нибудь поехать. И там будем разговаривать. Привет из Саратова. Саратов – это родина моих предков. Так что из Саратова мне осойный привет. Хотя приятно получать привет из Канады от Канадушки 64, хотя в Канаде я никогда не был. и не понимаю, что туда ехать. Конечно, не Россия, но так на неё похоже. Вот. Ну, когда-нибудь судьба занесёт. Так вот, спрашивал я у бабушки, как эту настойку-то пить. И она говорит, 40 граммов для здоровья, а всё остальное для удовольствия. Минздрав и я и мы в ходе путешествия Михаила Кожухова предупреждаем, чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. А курение нет. Курение полезно. Вот так я вам скажу. Всё, ребятки. Вопросы заранее присланы и закончены. Не могу, не успеваю, не успеваю, дела у меня хорошо. Не успеваю читать вопросы, которые вы мне присылаете. Не плачьте. Это не последний раз, когда я выхожу в прямой эфир. Ещё раз. Все поехали со мной куда-нибудь или с какой-то другой душой компании Клуба путешествий Михаила Кожухова. Забивайте прямо так Клуб путешествий Михаила Кожухова и поехали вместе путешествовать. Разговор разговаривать, пить вкусное вино и пробовать всякие вкусные вещи. Всех вас видеть. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok